Российский торговый профицит сейчас составляет почти 115 миллиардов долларов, 80% из экспорта сырьевые товары. Бюджет Самарской области более чем наполовину формируется за счет экспорта нефти и ее производных. До сих пор все расчеты проводились в американской валюте. Однако Минфин опубликовал план по дедоларизации российской экономики и преференции по возврату НДС для компаний, которые производят расчеты в рублях. При этом ограничений для операций физических лиц с долларами пока не планируется. Те варианты, которые рассматривает правительство в данный момент, не связаны с какими-то жестокими запретами на использование валюты. Причем прежде всего речь идет о внешнеэкономической деятельности с несколькими странами, скажем так. Не о том, чтобы немедленно начать изымать долларовые сбережения у населения. На настоящий момент, во всяком случае, речь не идет о том, что дедоларизация закладывает лишние сбережения гражданам. По оценкам экспертов, поток новостей отпугивает граждан от долгосрочных инвестиций, в том числе в отечественной валюте. За четыре года доля рублевых депозитов сроком на год и выше сократилась почти вдвое. Профессионалы себя также ведут. В случае, если они видят какие-то риски, они обычно укорачивают свои вложения. Что касается оттока из банков, то на самом деле там несколько причин, не только риски. Но еще в частности то, что снижаются реальные располагаемые доходы граждан на протяжении длительного времени, а люди не хотят поступить со своим образом жизни, к которым мы привыкли. В конце концов, жизнь полна стрессов, и дополнительный стресс тут не хотелось бы развивать, приобретать. По этой причине люди снимают часть своих денег для того, чтобы осуществлять какие-то покупки. Подробное интервью с финансовым аналитиком Николаем Кащеевым смотрите в программе «Здравый смысл» в понедельник в 18.30 на телеканале Терроран ТВ.